Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор про магию. В начале прошлого ролика, где я давала ключи, важные ключи, я просила людей, которые имеют какие-то жесткие ограничивающие рамки убеждения, не смотреть это видео до конца. И вот когда человека о чем-то просишь, у него вообще возникает стремление сделать все наоборот, потому что мне начали приходить комментарии просто улетные, типа, мне надо почитать Библию, сходить к Аллаху, еще там куда-то, выполнить какие-то очищающие процедуры, отмолиться и так далее. Магия – это темное дело, и это однозначно страдания и мучения, особенно для женщин. Не знаю, почему особенно для женщин, но вот люди так считают. Так вот, господа, это все чушь собачья. Это все чушь, навеянная нам, вбитая в голову, дабы туда не ходили, потому что там действительно много вкусного. Все, что касается магии. Для меня магия – это работа с сознанием. Сознанием обладают не только люди. Сознанием обладают и другие объекты, и существа на Земле, да? Кроме того, в сознании есть более высоких порядков. Например, эгрегоров, системы и антисистемы и так далее. Если человек начинает понимать и знает техническую составляющую и имеет уровни доступа, то у него появляется возможность работать с этим делом и что-то менять, сотворить. И это на самом деле очень интересные процессы, когда ты куда-то влез, чего-то сотворил и увидишь проявление этого материальном мире. Это необычайно увлекательно, рождает неимоверную бурю восторженных эмоций и ничего общего не имеет с представлениями о магии, как о чем-то приворожить, прикрепить, убить и так далее. Хотя и это все существует. Смотрите, когда мы говорим о работе с сознанием, мы говорим о работе из разных состояний. Я во всех видео ориентирую людей ходить в работу от любви и выше, да? Ниже любви я предлагаю не работать. Там все равно, когда ограничен доступ к информации, да, тогда остаются только ритуалы. А когда остаются только ритуалы, то есть прямая зацепка с рептильным мозгом, то есть два варианта работы. Либо это танцы с бубном у костра, да, и там определенные молитвы, свечи, определенная ритуалика, когда рептильный мозг принимает, что это надо материализовать и проявить в жизни, и это идет в реализацию уже в объективную реальность. Либо же то же самое, что я говорила, можно сделать в своем сознании. Но тогда надо уметь очень круто концентрироваться, потому что удержать вот несколько часов, например, удержать внимание в медитации на каком-то действии, да, ритуальном, которое понятно нашему подсознанию, значительно сложнее, чем списать тот же танец с бубном или со свечами или еще с чем-то, да, то есть выполнить это все в физической реальности. На порядок проще выполнить в физической реальности. Точно так же, как пролевитировать, значительно сложнее, чем взять и подняться на ступеньку, да, или там телекинез показать. Поэтому так все в этой жизни проявляется, господа. Ничего зазорного вот в вариантах, когда человек хочет быть сотворцом, я не вижу. И если магия – это работа с сознанием, причем в высокочастотных состояниях, то здесь становится очевидным, что очень многие вещи, которые прошиты у нас в представлениях о магии, они вообще кажутся глупыми и чуждыми, то есть это вообще не о том, да. А вообще магия – это от слова «могу». Маг – это тот, кто может. А когда человек может? Когда у него раскрывается определенный силовой потенциал. А когда раскрывается у человека определенный силовой потенциал? Когда у него отпадают лишние ограничивающие установки. К ним могут быть эмоциональные привязки, могут относиться. Это может быть эмоциональный спам, обиды, эмоциональная вонь и так далее. Это может быть уровень ощущений, чувств, тоже когда возникает привязанность. И это может быть система ценностей и убеждений. Когда вот человек знает, что вот так жестко правильно, а вот так жестко неправильно. И неправильно – это недопустимо. А правильно – это вот так должно быть. И вот когда у человека такие тараканы в голове, а их на самом деле очень много у каждого человека в голове, пока он их не раскидает, у него ограничен доступ к информации. Чем больше он их выкидывает, тем больше уровень доступа. Чем больше высокочастотное состояние он может держать и работать в них, идентифицировать их. А мы с вами уже раскладывали шкалу Хокинса и так далее. Мы об этом отдельные ролики посвящали, можете посмотреть. Чем выше он может подниматься и работать там осознанно, выбирать осознанно, тем больше он может, тем больше его силовой потенциал. И становится очевидным, что для того, чтобы держать больший силовой поток, человеку надо большее и более структурированное, более взрослое эго, более сильное. Поэтому у человека сильного всегда система ценностей, она будет изменена относительно человека слабого. И, соответственно, у магов у них вообще своя система ценностей. И она зачастую не сочетается с социальными нормами. То есть вот как бы социальные нормы себе, а здесь себе. Всякое бывает. Я здесь не буду приводить шаблонов. Можете посмотреть фильм «Остров». И очень многие вещи вынесутся оттуда вот за правду. Да? Но в любом случае, человек, который может, это человек, у которого есть внутренний силовой потенциал. Он открыт. Человек сильный. Я получала в комментариях такие комментарии, типа «Влиять друг на друга – это вообще грешно. Это вообще страшно». Понимаете, господа, мы не можем жить и не влиять друг на друга. Когда мы говорим, что я ни на кого не влияю, кому мы лжем? Вы утром встаете, идете на кухню, просите жену подогреть, там, чай вскипятить. Вы влияете на жену? А когда вы ей оставляете свою одежду стирать в бак, вы влияете на жену? А когда жена вас просит съездить к маме, она влияет на вас? И пошло-поехало. Как только открыли рот, мы уже влияем друг на друга. И, господа, как только мы открываем рот, один говорит, другой слушает. И вдруг один в гипнозе, а другой в пассивном трансе, другой в активном трансе. И пошли гипнотические воздействия, там уже эриксонкой потянуло. И так смотришь, вся жизнь сплошной гипноз, сплошные влияния. В другой момент, что их можно заметить, отметить, как-то структурировать и что-то с этим начать делать, играть в эти игры по-другому, уже более-менее осознанно. Поэтому отказываться от влияния и жестко утверждать, что я там такая вышла из трамвая, и я ни на кого не влияю, это как минимум неразумно и нечестно по отношению к самому себе. Когда мы говорим о влияниях из высокочастотных состояний, я там специально говорила о состояниях, когда человек уходит в отрешенное состояние и находится в таких верхних состояниях. Идеально это здесь. Если получилось, это вообще классная точка со Творца. И там начинают происходить очень многие чудеса. Там начинают происходить чудеса материализации, потому что весь мир становится практически субъективным. И тут мне многие могут возразить, сказать, Наталья, вот смотрите, вот есть же те же самые шаманы. Да, возможно, они сильные люди, но ведь они, когда им не хватает своей силы, они используют силовые ресурсы, например, стихи воды, неба, огня и так далее. Прекрасно. Силовые вещи прекрасно. Если у шамана не хватает своего ресурса, он может воспользоваться ими. А может сместить точку сборки когда стихия становится субъектом его реальности. Оказывается, сила не в стихии, если смотреть с этой точки сборки. А сила становится субъектом его реальности. Тут происходит очень чудесная вещь. И другой момент, что в эти состояния выйти действительно могут не все люди. И даже совсем немногие. Потому что немногие люди могут быть пустыми. Когда у них практически нету мусора, ограничивающего, который мешает это все воспринимать. Когда он позволяет человеку выходить своим сознанием, вроде как отделенным, но в то же время оно же становится не совсем отделенным, для того, чтобы видеть и взаимодействовать с другим уровнем, с другими планами. Вот это магия. И это интересно. А вся лабуда с попытками зажечь свечи и станцевать ламбаду вокруг костра, господа, этим тоже можно пользоваться. Это тоже инструменты. Наш рептильный мозг их великолепно понимает. Но я предлагаю немножко смотреть шире, дальше, идти дальше, для того, чтобы работать все-таки с сознанием. И тогда становятся актуальными вопросы гармонии в жизни, спокойствия, равновесия, непривязанности, очищения от спама, мусора и так далее. И вы видите, все это направлено не куда-то там. Кого-то почистим, кого-то помоем, кого-то там. Это все направлено вглубь себя. Потому что мы смещаемся в субъективное восприятие. Чем дальше мы туда смещаемся, тем меньше мира отводится, меньше отводится места для объективного мира. Мир становится продуктом вашей психики. И все персоны в нем становятся субъектами вашей реальности. В один прекрасный момент есть искрение с состоянием отрешенности, когда становится очевидным, что этот мир придумали себе вы сами. И вы же этим миром себе зеркалите. Вы знаете, я как-то имела глупость сказать такую вещь женщине, у которой очень сильно пьет муж. Я ей предложила просто, она очень сильно жаловалась о том, какой он плохой. И я ей просто предложила, говорю, слушайте, а почему вы не займетесь собой? Может быть, если бы вместо того, чтобы таскать его по кодировкам, вы сами сходили бы и начали работать с психотерапевтом, да? А муж бы зеркально начал меняться. Потом, может быть, он бы не стал сопротивляться. Может, он бы сам захотел идти лечиться, а не кодироваться и так далее. Говорю, мы пошли бы по другому пути. Она до сих пор со мной не разговаривает. Потому что она позволила, я ей позволила высказать человеку, что мир зеркалит ее. И очень многие люди, вот сейчас, слушая этот ролик, могут точно так же сделать вид обиженных, обвинять и так далее. Это ваше право. Но мир действительно наше зеркальное отражение. Хотите верить? Хотите нет? Проверьте на своем опыте. И каждый раз, задавая себе вопрос, зачем мне эта ситуация, и находя выгоду от нее, изымая очки сознания и завершая эти ситуации, мы ускоряем процесс завершения многих ситуаций в нашей жизни, которые нам дискомфортны. Каждый раз, откликаясь внутри, когда нас что-то цепляет, когда мы себе задаем вопрос, зачем мне это, что меня цепляет, и удаляя вот эти убеждения, установки и так далее, мы открываем в себе дополнительные энергетические ресурсы, дополнительные силовые составляющие, становимся больше, шире, у нас меняются реактивные составляющие, многие вещи нам самим прорабатывать тяжело, тогда мы обращаемся к помощи друга. Но получается, что вся жизнь превращается, жизнь мага превращается в работу над собой. «Господа, посчитайте Кастанеду, о чем он пишет, не об этом ли он пишет другими словами, просто у него нету слова психотерапия, да, там же другие слова, магические, это же магическая книга». Понимаете, вся жизнь мага – это работа над собой, это выстраивание окружающего мира, окружающей реальности в себе. Вот это магия. И потом, когда смотришь на результаты своих трудов, и они тебя устраивают, твоя жизнь приходит в гармонию, а от игры получается удовольствие. Я говорю об этой магии. Но если у вас в голове возникает желание сделать какие-то ритуальные вещи, я могу вам рассказать на тему ритуалов много интересного, да, потому что не бывает прихода к верху, не познав низа, да, если ты идешь вверх и достигаешь каких-то уровней, значит, у тебя был опыт другой. Мы же не можем сказать отличить черное от белого, пока мы не знаем, что такое черное, что такое белое. А потом, когда знаем, мы тогда можем вообще разложить это все еще и на составляющие цветовые. Так устроен наш мир психики. Поэтому я предлагаю не отказываться и не говорить, что попа – это плохо, голова – это прекрасно. Я предлагаю постигнуть все целиком. Тогда вы становитесь целостными, и у вас появляется действительно выбор. Вот так мы подходим к магии. Но это был отдельный такой ролик для тех, кто увлекся письмами мне с комментариями, которые я не опубликовала. И еще одно маленькое отступление. Коль уже я говорила на тему мага, что он может, тогда надо сказать пару слов о теме «не мага». Кто же такой «не маг»? «Не маг» – это человек, который не может. И вот смотрите, очень часто сталкиваешься с ситуациями, например, человек тяжело болен. И ты ему предлагаешь позвони туда, обратись к тому, сделай то, начни выполнять такие физические упражнения, еще что-то, еще что-то. И вдруг человек тебе отвечает «не могу». Ему надо совершить действие, а он не может, потому что он стесняется, потому что он придумывает себе кучу объяснялок, тараканов и так далее, когда он говорит «я не могу». Как вы думаете, он жить хочет? И кого он обманывает, что он жить хочет? Дело в том, что мы наш выбор всегда подтверждаем действиями. И если мы действия не подтверждаем, так и случается. тогда выбор мы не выбираем. Не выбирать можно убегать в Индию, убегать в Шри-Ланку, убегать куда угодно, но это значит мы не выбираем. И тогда мы не маги, потому что мы не можем разрулить все здесь и сейчас. Разобраться в себе и найти выход, найти решение проблемы. Думаем. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok